Познаем мир Думаю, что-то тут не так Ну-ка, поясните А мы даже сфотографировали Вер, покажи Вот! Расписание богослужений Читаем Пятница, 17.00 Вечерня Утрення Ничего не понимаю Во-первых, с ошибками написано Надо писать утренняя И вечерняя А во-вторых, почему утренняя служба вечером? А, теперь понял, о чем вы Но, во-первых, в словах никакой ошибки нет Богослужения так и называются Вечерняя и утренняя А во-вторых? А во-вторых, нет ошибки и в расписании Действительно, утренняя может служиться и вечером Для нашего удобства Это как это? Ну вот слушайте В церкви есть богослужебные круги Круги? Где? Правильнее спросить не где, а какие Богослужения в церкви проводятся по определенным правилам И в свое время, по расписанию А? Как в школе? Не совсем Есть четыре богослужебных круга Суточный, ежедневный Седмичный, недельный И два годовых Подвижный и неподвижный О, какая сложная система Да, непростая Но нас сейчас интересуют только службы суточного круга Их для удобства сгруппировали в две части Которые совершаются утром и вечером Ну правильно, утром утрення, вечером вечерня Не обязательно Как правило, утром, третий, шестой и иногда девятый часы А затем литургия А вечером? А вечером служат вседневную вечерню, утренню и первый час В воскресные же и праздничные дни служат всенышную Которая объединяет великую вечерню с утренней и первый час Прррр! Очень это сложно Какие часы? И почему всенощная вечером? Всенощная Значит, ночью и должна быть Но если ее проводят по всем правилам и полностью То она и целую ночь может занять Часов пять-шесть А иногда и десять Даже двенадцать Ого! Это не выдержишь столько стоять Тем более ночью Да, поэтому уставные службы стали сокращать И сдвигать по времени с ночи на вечер Но бывает, их и сейчас проводят целиком Чаще всего так делают в монастырях А все эти третий, шестой и девятый часы отсюда взялись? Ну, тут чуть сложнее Часы – это краткие богослужения Раньше сутки делились на равные промежутки времени Но они и сейчас делятся Часы, минуты, секунды Нет, я говорю о другом Каждый из этих промежутков начинался в определенное время Например, первый час в шесть утра по-нашему Третий – в девять утра Шестой приходился на полдень А девятый – на три часа дня Ой, как все непросто! Да И вот по названию этих часов И были созданы специальные богослужения Доктор, ну а в другое время? И вообще, сколько богослужений совершается? Обычно в сутки положено совершать шесть богослужений Вечерня, повечерие, полуношница, утрення, часы, литургия Ух ты, много! А теперь про утренню Раньше это богослужение совершалось утром В наше время часто проходит сразу после вечерни Хотя, может быть, и утром, как прежде Не знала, что столько богослужений бывает Да, немало Но самое-то главное богослужение, я надеюсь, вы помните какое? Помним, литургия Когда причащаются, евхаристию совершают Да, литургия как бы выходит за рамки суточного круга Понятно, литургия, она особенная Спасибо, дядь Миша Теперь мы знаем, что утрення бывает и вечером И что такое богослужебный круг? До свидания Всего вам доброго, ребят Познаем мир с Верой и Фомой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин